Оставаться дома – вынужденная мера, прибегать которой необходимо всем. Индекс самоизоляции по городу Раменское 6 апреля составил 3,9 балла, а значит, раменчане соблюдают рекомендации. Свидетельством тому может выступить Раменский городской парк, всегда являвшийся местом притяжения горожан. Как вы все знаете, по распоряжению губернатора детские площадки, в том числе и парк, был закрыт. Мы, конечно же, его перекрыли, но мы понимаем, что парк – это еще, прежде всего, какая-то транзитная зона. То есть с улицы Свободы в сторону центра, либо в сторону Северного шоссе люди просто идут. Поэтому, конечно же, мы его полностью не перекрыли, потому что понимаем, что люди здесь идут. Но все детские площадки, мы все их замотали, перемотали, вы видите, висят объявления о том, что парк закрыт. Руководство парка не забывает позаботиться о безопасности горожан, соблюдая санитарно-эпидемические нормы. За последние две недели территория парка была дезинфицирована восемь раз. Занималась специальная организация, то есть не своими силами, а именно специалисты. Ну и дальше мы идем по графику, как нам было указано, сказано в постановлении, что нужно обрабатывать. И хочется, вот первые дни, первые дни еще как-то народ гулял. А вот сегодня мы видим с вами, что практически кроме здесь охраны и наших дворников практически никого нет. Единичные люди, которые мы видим, идут именно транзитом, а не то, чтобы вот здесь именно отдыхать. Отсутствие людей в парке почувствовали и местные обитатели, белки и голуби. Привыкнув получать в изобилии прикорм от горожан, теперь вынуждены отвыкать от прежней привычки. Однако переживать за обитателей парка не стоит. Конечно, голуби и наши белки – это своего рода такая большая достопримечательность парка. И, конечно, наши дворники. И у нас есть в штате медицинская сестра, которая в том году занималась зверями нашим мини-зоопарком. Поэтому здесь все под контролем, мы их обязательно кормим. Тут никаких переживаний быть не может. Беззаботно прогуливающихся людей в парке не встретить. Но это не повод расслабляться. За соблюдением права порядка продолжают следить четыре поста охраны и казачьи братства. А при необходимости по тревожной кнопке МВД приедет и наряд полиции. Оставайтесь дома.